Хоть на дворе селита и не ведьмец, прияя росту грибов, але яны в лесе все ж таки есть. Правда, оживать их бесконтрольно медики не рают. Узровень радиации их, зразумело, уже не такие высокие, как одразу после Чарнобыльской катастрофы. Але и он, сдольный на листе, шкоду здоровью. Быда и самое небезпечное в сенсии накопления радиации так званый польский гриб и масляки. Особливо, коли их сбирают каля дорог, где негативный уплыв, оказывающий и великий поток машин. Увогули тут гэты дары лесу могут утримливать десятки шкодных речев. Быда и самое небезпечное, за ких ртуть и свинец. Причем об их наявности в организме люди доведываются только просто некаких годов. Прикладно стойки, шпридится чекать, покой одновный уплыв окажут и непосредственно невеликие дозы радиации. У меня дети, внуки любят грибы покушать. Так я ради просто здоровья, ради безопасности, чтобы быть спокойным. Проверяем часто. Правда, таких святомых людей не ведьмешмат. Некоторые навод просят вернуть им грибы и ягоды, узровень радиации у яких у некольких разов превышает нормативы. Причем наврать, че размыву о таких выпадках едеп самостойной утилизации. Учаясь за все, такие дары люди будут уживать сами, те, что еще больше вероятно некому реализуют. Инша справа, что зараз от поведенной проверки в районах, звучайно ожитивляются только у мясовых центров гигиены, у городах и на некоторых рынках. Специально ввести сюда грибы и ягоды, жахары от дальних везок не будут, а открывать тут новые радиологичные пункты летится нерациональным. Не фиксируем такого наплыва, чтобы население обращалось бы с каждым годом больше и больше. То есть стабильно, вот если брать областной центр, это в количестве 50 человек за неделю обращается сегодня по вопросу исследований дару леса на Цезии 137-й. До речи, негативный уплыв невеликих дозрадиаций можно продухилить. Для гэта комедики раюсь уживать борщ лимону, морку и пить натуральный виноградный сок. Да помогут и ягоды, а не только не те, которые сами утромливают небеспечные дозы.